Председатель дома номер один на улице Московской Марина Склярова обратилась к местным властям с вопросом о работе круглосуточного кафе, расположенного на первом этаже. По словам женщины, в квартиры соседей проникает запах еды, а вентиляционная труба на фасаде дома выглядит неэстетично. У нас в течение многих лет уже жители жалуются на то, что у нас собственник жилого помещения перевел свое помещение в нежилое и открыл там кулинарию, кафе. Так как вывели трубу на фасад без разрешения, без проведения общего собрания собственников, и жители жалуются на то, что у них в квартирах постоянный запах приготовления пищи. Дмитрий Волошин распорядился взять на контроль обращение жительницы и направить запрос в надзорные инстанции по работе кафе. Глава отметил, предприниматели должны соблюдать определенные нормы при установке вентиляционных труб, чтобы не нарушать архитектурный облик зданий. Мы вас в обиду не дадим, не переживайте. Пока предварительно, что я вам могу точно сказать, что мы уберем эти трубы оттуда, это точно, это раз. Второе, что они не будут работать ночью. А вот Людмила Лешко обратилась к Дмитрию Волошину за разрешением жилищного вопроса. 20 лет назад женщина вложилась в строительство дома номер 31 на улице Вишневой в Сходне. Компанию-застройщика признали банкротом. Сейчас по закону пострадавшие могут возместить вложенную в жилье сумму. Однако по прошествии стольких лет вложенная сумма обесценилась. Для нас это вообще не будет. Если у нас квартира тогда стоила 500 тысяч, 600 тысяч всего лишь. Дмитрий Волошин отметил, за пять лет в округе уже расселили без малого 5 тысяч дольщиков. Окажут содействие и Людмила Лешко. Администрация рассмотрит вариант с возможностью включения женщины в очередь на получение жилья. Вы тогда этот вопрос на контроле держите. Ну, чтобы мы видели, что происходит. Ладно, с постановкой на учет и так далее. Договорились? Да. Все. Спасибо. Да, не переживайте. Записаться на прием к главе округа и получить ответы на все волнующие вопросы может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт городской администрации и оставить свою заявку. Мы проводим... Мы проводим... Спасибо.